Сейчас ваша задача будет нарисовать вашу дружную планету. Игры, дискуссии и свои методы ведения урока учителя представили на суд жюри среди нового так называемой кейс-технологии. Я желаю тебе добраться. Ребята, спасибо вам большое. А теперь я предлагаю взяться за руки и вот эту доброту все-таки сконцентрировать в нашем кругу. Именно кейс-технологии нам позволяет не доводить до момента конфликта. То есть путем обсуждения, путем взаимодействия, путем дискуссии ребенок учится избегать вот этого конфликта. То есть он находит компромиссное решение. Своими секретами педагоги делились с коллегами на мастер-классе. А на открытом уроке провели занятия по проектной работе. Мы должны разработать правила общения, что нужно сделать при общении, а что сделать при общении. Пять лучших педагогов дополнительного образования борются за право называться наставником года. В честь своих учебных заведений отстаивают учителя 26-й, 2-й, кадетской школы, 14-й лицея и гимназии номер 2. Все конкурсанты очень сильные. И вот сейчас пока по баллам, открою вам секрет, идут прям ногу в ногу, как говорится, немножко. Кто-то опережает, кто-то отстает. Но мы, надеюсь, выявим лучшего, который будет представлять наш город на республике. К слову, Анна Гафиятова – учитель года 2016. Получится ли в этом году одержать победу кому-то из наших педагогов, будет известно на финале в Казани. Победителя ждет не только звание наставник года, но и денежное вознаграждение. Алина Кадриану, Алина Пантелеева, Ренат Харасов. Новости НТР.